Пожалуйста, какие подробности с Днепром, как вообще появился этот вариант? Ну, значит, в футбольный клуб в Днепр обратился к моему агенту. У меня агент Каченко Герман Владимирович. Обратился, что они кондиционны во мне. После этого Каченко Герман пообщался с клубами, договорились. После этого были согласованы условия моего личного контракта. И все, я подписал контракт с Днепром на Тревору. Номер уже есть? Нет, пока что нет. Какие воспоминания остались про Полтаву? Ну, воспоминания только положительные. Как бы... Если так поспоминать всю свою карьеру, то... Но хочется сказать очень хорошего там, и город замечательный, и у нас коллектив просто... просто супер. И тренерский штаб, и... Ну, все хочется поблагодарить. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, покинул команду. Частичка там меня, моего сердца останется здесь. Я только с большим удовольствием сюда приезжать, чтобы увидеть своих друзей. Сыграла ли роль то, что Сергей Кравченко играет в Днепре? Ну, как сыграла роль? Ну, я очень рад, что мы с ним окажемся снова в одной команде. Как бы, вам всем известно, что мы дружим и знакомы очень давно. Когда он уехал с командой, мы не теряли связь, все время поддерживали отношения. Я думаю, будет очень приятно окажемся снова в одной команде. С командой Рамосом уже лично общались? Лично нет, не общался. Лично он общался с моим агентом. Потому что он же не знает, может, не знает, знаю ли я английский язык или испанский, на каком они там общались. Поэтому, как бы, вот так. Насколько сложно отдается вообще переход этот? Ну, конечно, очень сложно. Я имею в виду чисто человеческие качества. Это второй мой дом и с одной стороны, хочется совершенствоваться как футболист. И поступило хорошее предложение, что от хорошего, очень хорошего клуба я, в принципе, принял с удовольствием. Ну, тяжело обходить, потому что тут все родное стало. Все, вопрос вне? Да. Спасибо за те три. Сколько там больше? Да, ну, если так вспоминать, давайте, если хотите. Я так анализировал перед этим. Пришел я в 2007 году, да, Артем, по-моему, там, в июне, в июле, да, значит, пригласил меня тогда на тот момент главный тренер Момот Анатолий Юрьевич, его помощник Гашкадыря, Валерий Анатольевич, также непосредственно принимал участие в этих, в моем переходе на непоконный царств небесный, Носов Петрова Селевич. Благодаря безначально этим людям, я узнал в Орску. Я хочу сказать огромное спасибо за это. Ну, пришел сначала в аренду на год, да, потом, ну, все понравилось, все отлично. Мне предложили подписать полноценный контракт на три года, там, выкупил мои права по БАЭС, там, Олег Меданович, тоже хочется отдельное спасибо ему сказать, у нас тоже хорошие отношения, и думаю, что я останусь таким же. И я подписал на три года, вот, никогда об этом не жалел, не жалеть не буду. Ну, а потом уже, сейчас вот так вот случилось, что перешел в метр. А болельщикам хочется что-то сказать? Ну, конечно, да, я вот именно поэтому, да, многие мне там говорили насчет обиды болельщик, ну, когда я дал интервью официальному сайту, как бы там многие притековали то, что я в Орске не очень хорошо сказал, у меня не было возможности, поэтому было, потому что я на отдыхе был. Артем со мной не смог связаться. Поэтому, конечно, хочется, ну, не только болельщикам, всем, от почетного президента, от Дживага и Бабаева, Алиана Ида до работницы и работница, которые работают там сторожами или там уборщицами у нас, буквально всем. Ну, а болельщикам, конечно, огромное спасибо, что они нас поддерживали в любые минуты. Особенно хочу поблагодарить наших фанов, они у нас, наверное, самые преданные во всех городах ездили и поддерживали нас. Всегда нам хлопали, аплодировали, даже после того, как мы неудачно играли. Ну, и, конечно же, хочется еще поблагодарить своих коллег, футболистов. Мы очень сроднились. У нас, действительно, очень классный коллектив, на самом деле. Потому что мы футболисты, общаемся с другими футболистами в других клубах и прекрасно вот у нас коллектив просто сумасшедший, можно сказать. Ну, и, конечно, пользуясь случаем хочу поблагодарить Николая Петровича за то, что за его доверие ко мне как футболисту и как человеку здесь я вырос профессионально. Я думаю, это очень большая заслуга именно его. Поэтому так. какие главные воспоминания о Полтаве у нас останется? Главные воспоминания? Я имею в виду сейчас не только футбол. Я понял, понял. Ну, в футболе, ну, во-первых, выиграли кубок Украины. Прежде всего. В том же году, это в 2009, мы заняли пятое место, это тоже почетно. В этом году, шестое, ну, позволяет нам в Еврокубб участвовать. Ну, и, конечно же, вызов, первый вызов в национальную сборную. Поэтому эти просто события я никогда не забуду, я думаю, никто бы не забыл из-за болезни. Поэтому это очень приятно, я буду помнить всегда. А когда я был здесь в Полтаве, я и женился, и у меня и сын родился, Дени. Поэтому только теплые, самые теплые воспоминания о городе и о команде, и обо всех, кто участвовал в моей футбольной карьере. Денис, Вы считали количество долевых передач в этом сезоне? Потому что я, например, начал в 12, а в целом 10. Ну, как бы, да, вот видите, в разных газетах или интернет-изданиях по-разному. Но если, в Спортэкспрессе, по-моему, 11, в команде 10. Но там некоторые нюансы, допустим, не считаются. вот, допустим, когда Вася забивал гол в какой-то газете. Но я думаю, что это должно, ну, должен быть засчитан голевой пас. Потому что, как бы, он ударил, к нему мяч и отлетел, и он добил. В некоторых не считается. Ну, я к чему спросил, это лучше показать правильное время. И Вас не удивляет, что плохим не обращается? Да, ну, это, как бы, ну, понимаете, каждому хочется в сборную попасть. Ну, на данный момент, я думаю, все равно еще, дай бог, чтобы мне появился шанс. Я думаю, но это будет прежде всего зависеть, буду ли я играть в Днепре. Если я буду играть, буду показывать хорошую игру, то я думаю, что должен получить шанс. Ну, посмотрим. Спасибо. Если по итогам следующего сезона Ворскл пробьется в Лигу Чемпионов, а Днепр будет играть в Лиге Европы, вернешься помогать? Ну, Артем, тебе вопрос, и, конечно. Ну, как? Ну, я буду, наверное, ну, счастлив, если Ворскл пробьется в Лигу Чемпионов. Ну, контракт же у меня рассчитан на три года, я думаю, там сложно будет вести переговоры. Но если будет вести, то будем рассматривать. Ну, что, если вопросов нет, спасибо, Денис, за все, и от прессы тоже, я думаю. спасибо, и вам спасибо. И успехов в новой команде. Спасибо. Как главное, не забивать нас.